Добрый вечер! В эфире новости ТВК. Я Ольга Тепляшина. Главное событие дня. Просто жестокость. Бездушные какие-то все там. Житель Железногорска обвиняет врачей местной больницы в смерти родственника. Мужчина утверждает, что его отец скончался из-за бездействия врачей. Экологические активисты предлагают красноярцам бесплатно поставить эко-датчики на окна. Что для этого нужно? Сколько стоит собрать ребенка в школу и на чем можно сэкономить? Стихийная распродажа мороженого на Северном шоссе. Как купить коробку по цене трех пачек? Житель Железногорска скончался из-за бездействия врачей. Ему поставили неверный диагноз и вовремя не прооперировали. Так заявляет сын погибшего. Он записал видеообращение и выложил его в социальные сети. Больницы говорят, показаний для оперативного вмешательства у пациента не было. И они все сделали правильно. Елизавета Курочкина продолжит тему. Мы в 8 утра 16 августа 2019 года заходим в палату, а там отец просто на труп похож. Еле дышит, глаза закатываются, зубами скрипит так, что у него, скорее всего, ломались. Боль у него была жуткая. Под глазами почернела, грудь черная, спина черная. Слушая это описание, сложно даже представить, что все это происходило с человеком в больнице, там, где людям обязаны помогать. На видеозаписи Максим, он живет в Железногорске, и у него умер отец. Мужчину с острыми болями в животе привезли в 51-ю больницу. Несколько часов пришлось ждать, пока примут. Направляли из кабинета в кабинет, принял терапевт, начал пульпацию. И этим сделал еще больнее, рассказывает сын пациента. У его отца раньше была прободная язва 12-перстной кишки, его оперировали. Об этом он и говорил врачам, что язва могла снова открыться. Но те уверенно констатировали, это ожог желудка. Как бы они улыбались, вот Сахарова улыбалась, там, когда спрашивала, что вы там пили, поставила свои предположения, там, антифриз, тасол, тормозную жидкость, алкоголь. Просто жестокость. Они как бездушные какие-то все там. Как это еще описать? Как-то так. Они все жестокие, там, очень жестокие. Им безразличная жизнь других людей. Были в больнице те, кто помочь пациенту пытался, но было поздно, и их старания наложились на несколько фатальных ошибок. Отец Максима умер спустя сутки после того, как его привезли в больницу. Причина смерти – инфекционно-токсический шок, гнойный перитонит. Спасти отца было можно, уверен Максим. Ему нужна была срочная операция. В больнице же парируют. Никаких показаний для оперативного вмешательства не было. И то, что пациенту было больно – это норма для его патологии. Боль – это вообще субъективный показатель. Боль ее очень сложно измерить. Она ничем не определяется. Поэтому вообще любой патологический процесс в организме человеком сопровождается болью. И оценивая ретроспективно, конечно, такие боли укладываются в ту патологию, которая в итоге у пациента имелась. Но и такие же боли ровно укладываются и в тот диагноз, который был выставлен. Про неверные действия или и вовсе бездействия врачей мы слышим довольно часто. Накануне в Тюмени врачи Западно-Сибирского центра ФМБА не приняли пациентку с отеком легких из-за того, что у них заканчивалась смена. Вот отрывок из разговора работников. В итоге скорая помощь отвезла девушку в другую больницу, где помощь ей оказали. Сейчас состояние больной оценивают как удовлетворительное. Ее отправили лечиться домой. К врачам обещали применить строгие дисциплинарные взыскания. А в Железногорской больнице тем временем проводят служебную проверку. К расследованию подключились и правоохранители. Елизавета Курочкина, Новости ТВК. Из больницы в Нижнем Тагиле Свердловской области из-за низких зарплат решили уволиться сразу все хирурги. По словам докторов центральной городской больницы, нагрузка очень высокая и она не соответствует оплате 22 тысячи в месяц. Поэтому врачи решили уйти, как они говорят, в никуда. Всего в первом хирургическом отделении больницы работает 6 хирургов. Все написали заявление. По поводу такого демарша в областном Минздраве собрали комиссию. Подключилась прокуратура. В курсе ситуации и в Кремле. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, этот вопрос требует реакции местных властей Министерства здравоохранения России. После беседы с чиновниками один из хирургов заявление забрал. Остальные взяли неделю на размышления. Красноярский грузовик высыпал горящий мусор прямо на дорогу. Все произошло сегодня днем на улице авиаторов. По дороге в кузове грузовика загорелся мусор. Потушить пламя сам водитель не мог. Ему пришлось вывалить отходы прямо на дорогу. В МЧС рассказали, площадь пожара составила 50 квадратных метров. И его потушили быстро. Оставила младенца в закрытой машине и ушла поесть в КФС. Все произошло сегодня днем на улице Шахтеров. Женщина оставила ребенка, которому на вид меньше года. Одного в закрытой машине на солнце и ушла поесть. На улице тем временем было плюс 28 градусов. Плачущего ребенка увидели прохожие. Говорят, он лежал в детском кресле и просто надрывался от крика. Как долго он там находился, неизвестно. Люди, которые нашли ребенка, сразу зашли в кафе и нашли его мать. Она обедала там со старшей дочерью. В полиции пояснили, личность женщины уже установили. Сейчас по этому факту проводят проверку. Добавлю, что неделю назад за подобное нарушение наказали другую красноярку. Ей выписали штраф в 10 тысяч рублей. В Москве многодетных родителей хотят лишить родительских прав из-за того, что они пришли вместе с детьми на митинг. Сегодня эта история одна из самых обсуждаемых в сети. Как рассказал отец Петр Хомский, 3 августа он с женой и тремя своими дочками пришли на акцию в поддержку независимых кандидатов в Мосгурдуму. Напомню, тогда митинг был не санкционирован. Полицейские задержали почти тысячу протестующих. По словам Хомского, они с семьей мирно прогуливались по Пушкинской площади без плакатов и лозунгов. Их никто не трогал. После митинга в сети появилась вот эта видеозапись. Ее показали на телеканале «Россия-1». По сути, на кадрах ничего не происходит. Родители просто пытаются пройти сквозь толпу росгвардейцев. Но в прокуратуре это видео посмотрели и подали в суд иск с требованием лишить хомских родительских прав. В документе говорится, что они умышленно были рядом с толпой «агрессивно настроенных протестующих». Конечно, отдавать дочек в детский дом родители не хотят и надеются, что в суде получится их отстоять. Добавлю, это уже не первый подобный случай. В начале августа прокуратура потребовала лишить родительских прав мать, которая пришла на митинг за свободные выборы 27 июля с годовалым ребенком. Пока решения по этому делу нет. Во всех школах появятся рамки и турникеты, а вместо бабушек на вахте – сотрудники частных охранных предприятий. Все это требования постановления правительства. Теперь тревожные кнопки должны установить во всех дошкольных и учебных заведениях, летних лагерях, центрах дополнительного образования. И даже больше школы еще и подключат к системе видеонаблюдения и сигнализации. И теперь вопрос в деньгах. Оплачивать новое оборудование и ЧОП должны местные и краевые власти. А отвечать за все – администрация школы. А вот родители сдавать деньги на турникеты не обязаны, только по желанию. В правительстве говорят, принять такие меры пришлось, потому что за последние годы в школах стало небезопасно. Пройти в учебное заведение может кто угодно. За последние два года в 18 регионах ученики школ и колледжей совершили 24 серьезных преступления. Использовали при этом оружие и даже взрывные устройства. В общей сложности были ранены. 99 человек, а погибли 24. Ну а до начала нового учебного года осталось всего недели. Сейчас родители активно собирают детей в школу. На прошлой неделе независимые статистики подсчитали. Красноярские мамы и папы тратят на сборы больше всех в России. В среднем 9 тысяч рублей. Софья Питеркина сегодня изучила ценники в магазинах и подсчитала, сколько стоит собрать ребенка к первому сентября. Соня сейчас в студии. Нам зрители звонят и называют совсем другие цифры. Сколько вышло у тебя? Оля, у меня тоже вышло дороже, чем 9 тысяч рублей. Сейчас все расскажу. Итак, начнем с того, что по данным Красноярскстата в этом году цены на школьные принадлежности выросли в среднем на 4,5% и серьезно ударят по кошельку родителей. Начнем с одежды. Напомню, это все цифры статистиков. Стандартный набор школьной формы для мальчика. Это брюки 1366 рублей. Две рубашки 1432 рубля. Пиджак в среднем 2000 рублей. Джемпер 1100 и ботинки 1784 рубля. Сюда же плюсуем спортивную форму. Это шорты, футболка, кофта и штаны. Также кроссовки для занятий физкультурой. В среднем весь набор обойдется в 3900 рублей. Все вместе на одежду для мальчика 11609 рублей. Девочка обойдется немного дороже. Стандартный набор для нее. Две блузки 2200 рублей. Платье 1500 рублей. Юбка 1100. Колготки 300 рублей. Туфли 1700. И джемпер для прохладной погоды за 1100 рублей. Сюда же плюсуем также спортивную форму. Она стоит примерно так же, как и для мальчиков. Итого получаем 11 859 рублей. Что же касается канцелярии, она идет с отдельной статьей бюджета для родителей. Тоже серьезно ударит по кошельку. Берем рюкзак. Он стоит 1798 рублей в среднем. И теперь собираем его. Тетради. 10 штук. 60 рублей. Две ручки. 44 рубля. Два карандаша. 24 рубля. Альбом для рисования. 75 рублей. Фломастер и упаковка. 10 штук. 127 рублей. Дневник и пенал. В среднем по 100 рублей каждый. Понятно, что вот этого набора канцелярских принадлежностей на весь учебный год не хватит. Поэтому умножаем все на два и получаем 2531 рубль. Букет цветов учителю на 1 сентября стоит в среднем 1000 рублей. И можно отправляться в школу, но для начала давайте посчитаем все вместе. Итак. Родители девочек потратят на сборы в этом году в среднем 14 390 рублей. Родители мальчиков немного сэкономят и потратят 14 140 рублей. И это еще без учета рабочих тетрадей и верхней одежды. Боюсь, здесь придется прибавлять такую же сумму. Ну и в конце бонус. Это советы от опытных родителей, как сэкономить на подготовке к школе. Первое – это букет. Его можно самим собрать на даче или приобрести дачные цветы. Они выйдут дешевле, чем те же розы или хризантемы. Второе – можно сэкономить на канцелярии, если покупать ее на оптово-розничных базах. Такая есть, например, на спондаряной. И там тетради, ручки, карандаши можно купить в большой упаковке. Ее хватит на весь учебный год. И еще опытные мамы советуют покупать одежду не в отделах со школьной формой, а в обычных магазинах. И там те же брюки выйдут на 10-15% дешевле. На этом у меня все. Сегодня люди с повышенными потребностями и общественники провели инспекцию по центру города. Депутат городского совета Наталья Коптеленина и общественный контролер Ольга Шикунова проехали по проспекту Мира. Скорее всего, решили они это после громкого скандала, когда пенсионер в инвалидной коляске долбил кувалдой бордюр, чтобы попасть на тротуар. Заехать пытались в кафе, магазины, аптеки. Как это было, посмотрим без комментариев. Здесь барьерный прорезь получается. Здесь, я так понимаю, доступности в принципе нет. Ни кнопочки, ничего. Вроде как есть желтый кружочек для самовидящих. Вроде как доступность начинают они показывать, что про нее задумались. По кнопке у нас нет. Париж, кстати, очень даже такая уважаемая. Да, но они даже не поставляют нас сами клиентами. Хотя у нас бьются ребята на сноубордах, на мотоциклах, на дорогих машинах. У них есть деньги. Вчера он был на коне, сегодня в коляске и все. После этого ты уже не покупатель. Это то, что мы открылись только недавно, у нас еще все в процессе постройки, пандусы и в том числе. Я не согласна, вы говорите, помогут заехать. Вот электроколяска, она сама весит 45 килограмм. Плюс я энное количество, 100 с лишним килограмм поднять одному человеку нереально. Достаточно переносного пандуса. Здравствуйте, мы к вам приехали в школу. Ладно. Вот так. Обязательно, чтобы была вещь такая, как почта, чтобы человек держался, которого шатает. Очень важно, когда вы строите свое заведение, поставьте возле раковины стул и сядьте возле зеркала. В основном, если вы внимание обратите, зеркала на уровне человека. Тут я себя вижу. Это очень важный момент. Ну и, конечно, что касается самого унитаза. Все вот эти вот конструкции, которые поднимаются, чтобы человек мог пересесть, это все здесь есть. То есть вот как пример для пользования. Конечной точкой стала администрация Центрального района. Там, конечно, для маломобильных людей есть все, что необходимо. В Красноярске закончилась вакцина от бешенства. Об этом сообщают жители. По их словам, ни в одном травмпункте города нет нужных ампул. И поставить жизненно необходимые уколы невозможно. Евгения Матвеева, одна из пострадавших, рассказывает. На прошлой неделе ее сына во дворе укусила бездомная собака. Они поехали в травмпункт на Баумана. И там поставили нужное лекарство и прописали курс уколов от бешенства. Ставить их нужно шесть раз и пропускать нельзя. Но в больнице вакцин хватило только на два укола, рассказывает Евгения. Это вчера. Приезжаем, значит, в свой травмпункт. А нам говорят, вакцины нет, понимаете? Нет. И во всем городе ее нет. Хорошо. Я начала обзванивать самостоятельно, значит, травмпункты. Вакцина оказалась на Джамбульской. Об этом я сказала врачу. Он нам выписку, значит, сделал, да? Вот. И уверил, что вот с этой бумажкой нас там вакцинируют. Ну ладно, приезжаем мы туда, а нам там отказали. В Краевом Минздраве сегодня подтвердили на выходных, в Красноярске действительно закончилась вся вакцина. Заявку на лекарство оформили вовремя, но вот поставка задержалась. Ситуация эта не уникальная для нашего города. Сложная ситуация и дефицит существует вообще во всей стране. Вот недавно в Петербурге замечали это. Ну проблема в том, что всего один забот выпускает данный вид препарата и спрос превышает предложение. В Минздраве говорят, накануне в город пришла большая партия вакцины и теперь перебоев быть не должно. И к другой теме. 20 тонн мороженого распродают на улице Северное шоссе. Фура уехала из Новосибирска в Якутск и сломалась в Красноярске. Водитель починить машину не смог, поэтому решил устроить распродажу. Люди выстраиваются в очереди, покупают сразу по несколько коробок. Мороженое на всю редакцию привезла и Анна Кузьмина. Люди переживают, достанется ли им мороженое. Картина напоминает времена Советского Союза, когда за дефицитным товаром очереди выстраивались с самого утра. Здесь не санкционка, нет, просто мороженое. Распродажу узнали в сети и приезжали с разных концов города. Свайпер там в группе у себя. И сразу поверили? Нет, позвонила. А там номер телефона скинули Сергея, водителя, видимо, и позвонила, сказали. Отработала, приехала. Сколько готовы отдать за мороженое? Рублей 500 отдам. Друг позвонил, что он в интернете нашел. Вы сразу поверили? Другу поверил. Куда сейчас поверите? Домой, родственникам, друзьям. Сколько у какого взяли? Три. Сколько отдали? 500 рублей. В контейнерах 20 тонн мороженого. Фура везла товар из Новосибирска в Якутск. Но машина, загруженная мороженым, на 2 миллиона сломалась в Красноярске. Починить не удалось, и водителю пришлось устроить распродажу, чтобы хоть как-то компенсировать убытки. Цены, конечно, смешные. 100 рублей за коробку. Но тут лишь бы продать. Хозяин выставил счет за испорченный товар. И по пути исследования сломалась рефрижератор, установка. Починить его не получилось. И было принято выгрузить мороженое в холодильнике. То есть, снять и арендовать в холодильнике. Это произошло две недели назад. То есть, за две недели хозяин груза груз не забрал. То есть, он отказался от него. Мороженое, конечно, немного подтайное, но все документы у водителя есть. Ну, а это мой ценный груз. Я тоже решила купить мороженое. Одно стоит 100 рублей, второе – 200 рублей. Говорят, что в каждой упаковке по 25 штук мороженого. Поэтому мы это скоро проверим. Продавать мороженое, говорят, будут до тех пор, пока не закончится. А в контейнерах его еще много. Поэтому успевайте унести свою коробку. Контейнер стоит на улице Северное шоссе, 43, корпус 4. Анна Кузьмина, Сергей Малафеев, Новости ТВК. И что на Северном шоссе происходит сейчас, знает Алена Кршенинникова. Алена, она на связи. Алена, есть ли еще мороженое? Оля, ну, мороженого уже, как видите, остатки. Очередь совсем по ределу. Когда мы сюда пришли, народу было очень много. Сейчас очереди уже последние остатки мороженого, тоже последние остатки. И здесь уже появилось другое правило. Теперь за мороженое не платят. Водителю отбивают страховку. Отдали коробку, люди скидывают туда деньги и передают им коробки с мороженым. Кому что достанется. Мы тоже вот с боем успели оторвать одну коробку. Забавные коробки. Они действительно уже вот, ну, совсем подтаявшие. Но для людей, которые заберут их домой, поставят в морозилку, наверное, это будет хорошо. Ну, на самом деле, к чему бы нам, мне мороженого, нельзя много. Поэтому подбодрим людей в очередь. Давайте просто раздадим, спросим, сколько стоят. Здравствуйте, сколько стоите уже? Да недолго стоим. Мы недавно приехали. Вот еще здесь действительно очень много детей, видимо, приезжают для того, чтобы детей тоже угостить мороженым. И самое интересное, что, видите, что очередь так и не убывает. Причем сюда продолжают приезжать люди, скопилась огромная пробка. И знаете, что я хочу сделать? Я хочу тоже открыть мороженого. И бросить вызов Антону Моцкусу с его программой «Уличный журец». Вот как тебе такое? Антон, а на этом все. Я передаю слово студии. Оля. Это была одна крыша, Нимитова. Вот иногда работа журналиста бывает такой приятной. А мы продолжаем выпуск. Сегодня День российского кино. И своеобразным подарком к этому празднику стало возвращение в Красноярск уникального северного киноархива. Почти 500 единиц кинокопий документальных фильмов, снятых во времена СССР на территории Красноярского края, передали из Норильска в Енисей кино. Подробности у Натальи Кечиной. В этом эротроавтомобиле, легендарном советском газе, в скромном же контейнере, настоящее сокровище. 457 фильмокопий пленки. Это если считать в единицах. А бобинок так почти тысяча. Документальная история края и страны тоже. Отныне это будет храниться в организации Енисей кино. Это все дальше отремонтируется. Если необходимо, то каждый фильм будет увлажняться. Это еще несколько недель времени. В конечном итоге, значит, мы все это дело оцифруем, и это все будет предоставлено на общий доступ к красноярцам. Енисей кино, наверное, единственная оставшаяся организация, где профессионалы занимаются реставрацией старой кинопленкой и ее оцифровкой. У них есть даже собственный ноу-хау. Но, увы, весь процесс осуществляется до сих пор, по сути, дедовскими способами. Следующая мечта, о которой мы мечтаем вместе с министерством и стремимся, и очень надеемся, что в ближайшем будущем будет приобретен уникальный цифровой сканер, позволяющий весь архив оцифровывать, сканировать, реставрировать. Он такой прямо целый комплекс. Он очень дорогой. И, наверное, если мечта сбудется, он будет единственный от Новосибирска до Владивостока. Эта разгрузка была лишь частью глобальнейшей операции по возвращению Северного архива. Созданный еще в конце 50-х годах в Норильске за полярный филиал Енисей кино, куда направлялись фильмокопии, в 2000 году закрылся. Весь кинопленочный архив был перенесен в местный кинотеатр «Родина». Благодаря энтузиастам он был не уничтожен, но хранился, по сути, мертвым грузом. У нас на сегодняшний день нет хорошего оборудования для того, чтобы оцифровывать пленочный фонд. Более полутора года норильские коллеги проводили архиворизацию всего этого. В Норильском архиве почти 4000 единиц кино, но в Красноярск отправлен контейнер только с документалкой. Это и так невероятнейший объем. Одна только выгрузка из кинотеатра «Бабин» заняла пять часов. Потом путь из Норильска в порт Дудинки и оттуда уже по Енисею в Красноярск. Сам процесс доставки занял месяц. Что до содержимого фильмов, то пока не будем раскрывать все карты. Тем более некоторые фильмы желающие могут увидеть уже в декабре. В том числе в совместном проекте ТВК и Несей кино «Кинохроники Красноярья». Наталья Кичина, Илья Ворожев, Александр Тропин. Новости ТВК. На театральной площади будет работать пункт экспресс-тестирования на ВИЧ. Активисты проекта «Красноярск. Небо» предлагают установить на окна красноярцам эко-датчики. Все подробности в рубрике «Новости коротко». На театральной площади 29 августа в четверг будет работать мобильный пункт экспресс-тестирования на ВИЧ-инфекцию. Сдать анализы можно с 12 до 3 часов дня. Для этого не нужны никакие документы. Тестирование проводят анонимно. От вас нужно только 15 минут свободного времени. Также во время акции специалисты Краевого центра СПИД проведут индивидуальную консультацию с каждым желающим и ответят на все вопросы. Активисты проекта «Красноярск. Небо» предлагают жителям установить на свои окна датчики загрязнения воздуха. Это бесплатно. Нужно лишь заполнить заявку на сайте небо.лив. Однако не все квартиры подойдут. Есть определенные требования. Так, например, жилье не должно располагаться выше 10 метров от земли. Это примерно третий этаж. Также рядом с датчиком не должно быть прямых источников загрязнения, труб или проезжей части. Для прибора нужны электропитание и Wi-Fi. Есть вопросы по алиментам на детей? Вы сможете их задать напрямую главному судебному приставу края. 30 августа с 10 до 13 часов он проведет прием граждан. Запоминайте адрес. Улица Симафорная, 433, дробь 2. Это отдел судебных приставов. Записаться на прием можно по телефону 222-01-21 и 222-01-69. На прием обязательно возьмите паспорт. Владимира Путина. Не станут штрафовать за езду без шлема. Такое решение приняли в Севастопольском ГИБДД. В начале августа президент прокатился на байке вместе с Михаилом Развожаевым. Они приехали на байк-шоу «Тень Вавилона». Путин сидел за рулем Урала. Рядом глава Крыма Сергей Аксенов. Сзади временно исполняющий обязанности главы Севастополя красноярец Михаил Развожаев. В социальных сетях тогда писали, что всю компанию нужно оштрафовать за небезопасную езду. Никто не надел шлем. А юрист из Владивостока даже направил дорожным полицейским запрос. И вот пришел ответ. Штрафовать главу государства никто не будет. Так как, цитата, правила дорожного движения не распространяются на протокольные мероприятия. Конец цитаты. Реальные доходы людей растут медленно. И это не может не вызывать беспокойства. Такое заявление сделал президент Путин на совещании в Кремле. Однако в первой половине 2019 года доходы не то что вовсе не росли. Они даже сократились на 1,3%. Тем временем в Минэкономразвитии прогнозируют заметного экономического роста не предвидится в ближайшие два года. Что происходит и какие цифры приводят аналитики? Расскажем в рубрике «Бизнес-обзор». На связи со студией бизнес-эксперт Андрей Лопатин. Андрей, добрый вечер. Вам слово. Добрый вечер. Сегодня нашему вниманию привлек новый прогноз Министерства экономического развития, в соответствии с которым рост реальных расходов населения предполагается сократится в 10 раз. Если до этого планировали 1% роста, то теперь новый показатель 0,1%. Давайте посмотрим на другие показатели. К 2020 году рост реальных расходов прогнозируется в размере 1,5%. В 2021-2024 годах примерно 2,4%. Что касается инфляции, то сейчас она стабилизировалась. К концу года будет примерно 3,8%. В 2020-м упадет до 3%. Но к 2024-му составит примерно 4%. Курс доллара в конец 2019 года примерно 65,40 руб. В 2021 году примерно 67,40 руб. Что же касается общего роста экономики, то в 2019 году ее рост планируется примерно на 1,3%. В 2020 году 1,7%. И к 2024 году экономика должна вырасти примерно на 3,3%. В любом случае картина не очень хорошая. 19 сентября состоится заседание правительства, на котором наше руководство будет выбирать новые пути и искать какие-то выходы из сложившегося кризиса. Ушел в лес и не вернулся. Спустя три дня спасатели нашли грибника мертвым. По словам соседей подачи, 67-летний мужчина ушел в лес в воскресенье утром и пропал. Родственники вызвали спасателей только на третий день. Руководитель поискового отряда рассказывает, что пенсионера нашли далеко в лесу спустя 5,5 часов. Причина смерти пока неизвестна. Мы накануне уже рассказывали о том, как не заблудиться в лесу. Еще раз напомню, ходить в лес без подготовки опасно. Только за два последних месяца в крае потерялись 46 человек. Один человек погиб, 15 не найдены. Специалисты советуют всегда готовиться к походу в лес. Заряжать телефон, надевать яркое, брать с собой спички или огниво. Что касается родственников, то сообщать о пропаже нужно сразу же. Носилки, электропилы и огромные кусачки по металлу. Спасатели Красноярского края впервые проводят соревнования. Больше 40 участников будут бороться за звание лучшего. А предстоит им, по сути, делать все то, что они и так делают. Спасти человека из-под завалов или вытащить из машины, которая попала в аварию. Как прошел первый день соревнований, расскажет Анна Кузьмина. Давай, 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 давай. Все нужно делать быстро. От этого зависит жизнь человека, говорит Максим. Он с командой приехал из Багучан на соревнования. Говорит, еще вчера переживали, а сегодня уже волнения нет. Все похоже на жизнь. Например, бегом переносить пострадавшего на носилках нельзя. Тряска и покачивание могут только навредить. Костер не затушили, костер начал распространяться, и человек обжег ноги. То есть мы там заходили, у нас было 4 человека, с нами было 2 медика. И мы непосредственно 2,5 километра заходили, с носилками шли до этого озера, и человека вы оттуда выносили. В принципе, все то, что здесь на сегодня и завтра есть, это пересекается однозначно 100% в жизни. Вторая пятерка вперед! Поддержка! Сегодня на соревнования вместе с Максимом приехали больше 40 человек со всего края. В каждой из команд 4 человека, и почти каждый знает друг друга в лицо. Встречались на спасательных операциях, но времени пообщаться и поделиться опытом не было. А соревнования среди спасателей в этом году впервые. И выражаю надежду, что они будут традиционны, потому что они очень нужны. Нужны и спасателям, нужны, я бы сказал, гражданам нашим. Потому что чем выше их подготовка, тем надежнее живут люди. Победителей не будет, говорят организаторы. Цель – повысить мастерство. В этом году чемпионат продлится два дня. Завтра спасатели будут помогать пострадавшим в автомобильной катастрофе. А в следующем году организаторы хотят пригласить коллег из других регионов. Анна Кузьмина, Виталий Суботин, Новости ТВК. Новая система кондиционирования, просторные проходы между прилавками и современный дизайн. Четыре магазина сети гастрономов «Красный яр» открыли после масштабной реконструкции. Для ремонта выбрали старейшие магазины, их полностью обновили. Изменилось расположение отделов внутри гастрономов. А самые популярные среди покупателей зоны – фруктов, овощей, готовой еды – стали больше и удобнее. Кроме того, увеличили количество касс и дополнительно открыли экспресс-кассы, чтобы максимально быстро можно было рассчитаться за небольшую покупку. В гастрономах появился большой входной тамбур. Там, например, можно переждать дождь. Во входной зоне установили грязеулавливающую систему коврики, чтобы в магазин не попадала грязь. Директор по маркетингу Виктор Бахов говорит, что важно было сделать все максимально удобным для покупателей. Ремонт – это первоочередная тема была, но и попутно улучшить саму торговую точку – это вторая. Сейчас покупатели, которые уже по первичным отзывам, конечно, замечают, что стало чище, стало светлее, стало красиво. То есть самое главное, чтобы стало красиво, и поэтому мы надеемся, что мы максимальное количество гастрономов сможем заменить в кратчайшие сроки. В сети 67 гастрономов, и многие работают больше 20 лет. Четыре магазина уже открыли после реконструкции, еще два откроют на этой неделе по адресам Минжинского 10А и Красной Армии 121. Там уже заканчивают работы. Но на этом модернизация не закончится. В следующем году приведут в порядок еще несколько гастрономов. Новые стандарты в экологии. Правительство приняло закон о квотировании выбросов в городах. Это значит, что для любых загрязняющих веществ в воздухе от автомобилей, печей, котельных установят нормы. А для промышленных предприятий нормы выбросов снизят. Как все это поможет улучшить экологическую ситуацию в Красноярске, разбиралась Алена Крашенинникова. Вот у нас поглотитель Рихтера. Здесь находится жидкость. Сейчас мы будем пропускать воздух, и здесь загрязняющие вещества растворятся. Это последнее измерение по ацетальдегиду в ноябре 2018 года. Вещество ловит вблизи дорог. Оно в газах от автомобилей. Стационарные посты его не замеряют. Этот же ацетальдегид, а еще бензопирен, есть и в выбросах печей, тех, что топят углем. И это проблема для города, говорят специалисты. Так же, как и выбросы промышленных предприятий. Но это обещают исправить. Красноярск попал в национальный проект «Экология». Теперь выбросы можно и нужно регулировать. Причем, обещают эксперты, это будет намного жестче, чем сейчас. Для промышленности это предполагает ужесточение тех нормативов, которые установлены на текущий день. То есть потребуется разработка дополнительных мероприятий. Существуют наилучшие достигнутые технологии. Переход на наилучшие достигнутые технологии позволит существенно сохранить воздействие на атмосферный воздух. Пример сегодня на круглом столе, где эксперты обсуждали, как улучшить эко-ситуацию в городе, привели Красноярский алюминиевый завод. Как уверяют специалисты, там и оборудование меняют на более современное, и розы ветров уносят выбросы от города. Взяться обещали и запечное отопление, объяснять и помогать людям отказываться от угля. По транспорту это строительство метро, постоянные замеры на оживленных магистралях, снижение количества пробок. Привлечь к ответственности здесь никого не привлечешь. Но с позиции того, верно заставить работать вот этот светофор, чтобы поток был выстроен таким образом, чтобы не дышали выхлопными газами, то есть это сделать можно. И вот все методики и сам смысл этого закона, в городе все настроить таким образом, вплоть до движения, вплоть до перемещения, чтобы всем было комфортно. Финансировать изменения, говорят эксперты, будут из федерального бюджета и средств нацпроекта «Экология». Алена Крешининникова, Александр Тропин, Новости ТВК. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова